Здравствуйте! В прямом эфире программа «Вести Рязань» в студии Юлия Дацки. Некоторые темы, о чем сейчас расскажем. Благоустройство зимой соблюдают ли в районных центрах чистоту и порядок? Бездомных собак в Рязани больше не усыпляют, а дают шанс обрести хозяев. Чем еще отличается работа новой городской службы от прежнего муниципального предприятия «Лайка»? И дар монахов Рязанского свято-троицкого монастыря на родине Григория Распутина в местном музее появился новый необычный экспонат. Мы начнем выпуск с метеопредупреждения. МЧС распространила информацию о том, что на Рязанский регион надвигается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200 метров. Предельно осторожными призывают быть водителей, воздерживаться от резких маневров в гололед, резких торможений и обгонов. Внимательнее стоит быть и пешеходом при переходе через дорогу. Риск попасть под колеса автомобиля в сильный туман возрастает в разы. Добавлю, что метеопредупреждение действует до утра завтрашнего дня. Программа «Вести Рязань» продолжает цикл сюжетов о благоустройстве районных центров. В поле зрения нашей съемочной группы в этот раз попал Скопин. Как говорят жители, для полного счастья. Им не хватает хороших дорог и светлых улиц. Как решаются вопросы, увидела Елена Макарова. Скопин – древнейший город Рязанской области, построенный на реке Верда. Для экономики Рязани это прежде всего промышленный центр, но на всю Россию он стал известен благодаря своим гончарам и кружевницам. Простые скопинцы город свой любят. И даже если им случается из него уехать, вспоминают о нем всю жизнь. Сегодня Скопин – это не просто город гончаров, подаривший родине композитора Анатолия Новикова. Это его смуглянка – песен и символы 9 мая. Здесь родились маршал Бирюзов и герой Советского Союза Плесня. Прилетаев. Жизнь здесь и сегодня буквально кипит. Совсем недавно Скопинский район вошел в тройку самых интернет-активных районов в области. И вот, чтобы сами скопинцы добавили к облику своего родного города. Свет вообще нет. Особенно вот здесь, где-то здесь по городу может быть и есть свет. А вот дальше туда, где моя хоть мама живет, около рынка, там вообще такая темнота. И вот ходила даже, говорю, что же вы не повесите свои лампочки, что же у нас такая темнота безвылазная. Я вот у нее попозже задержусь, иду на Оряжский, вот на автобус вечером. Ой, какая темнота. Зимая картина одна и та же. С угроба на тротуарах расчищенная проезжая часть, рассказывают местные. Поэтому оценка уборки города от снега не столь однозначна. Его вообще не расчищают. Выезжают здесь машины, они ночью чистят, по ночам. Вот сейчас нет их, а потом ночью они в ночь выезжают. Я вот тут живу 64 года и не помню такого, чтобы снег убирался постоянно. Благоустройство Ахиллесова пята большинства районных центров. Дороги, свет, уборка улиц, создание безопасной, удобной и привлекательной среды городов – один из важнейших критериев, по которым оценивается работа администрации муниципального образования. Сегодня тротуары, крыши и трещины домов надежно укрыты снегом. Так что с первого взгляда оценку города поставить не удастся. Но опираясь на мнение самих жителей, можно с уверенностью сказать, что скопинской администрации есть куда расти. Ведь этот город, как никто другой, заслужит к себе особого уважения. Скопин без преувеличения жемчужины Рязанской области. Елена Макарова, Александр Бредихин, Вести, Рязань. Платная парковка у вокзала Рязань-1 продолжает работать, несмотря на явные нарушения. Напомню, 16 декабря в силу вступило решение арбитражного суда Рязанской области о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, на котором располагается стоянка. Кроме того, депутаты городской думы добавили в порядок создания и использования парковок так называемые первые бесплатные 15 минут. Однако для арендатора местные нормативы, похоже, не указ. Бесплатное время въезжающим на парковку до сих пор не предоставляют. Зимние оттепели грозят гибелью бродячим собакам, считают эксперты. Обманутые теплой погодой животные потом не готовы даже к легкому морозу. И, как отмечают зоозащитники, россияне стали больше заботиться о бездомных собаках. В частности, появляются сделанные руками жителей теплые будки для уличных псов. Ну, а так сказать, комплексный уход в Рязани, например, осуществляет специальная служба. Она была создана вместо муниципального предприятия «Лайка». Как живется четвероногим в новых условиях, увидела Алла Шенфельд. Восьмимесячная Злата не просто обаятельная обитательница приюта. Она еще и пионер. С нее и началась история недавно созданной службы по контролю за бездомными животными. Собаку после отлова не усыпили, как делали бы это прежде, когда существовало предприятие «Лайка», а поселили в приюте. Распорядок дня четвероногих обитателей строго по регламенту. С утра получасовая прогулка, после обязательный завтрак. Рацион здесь питательный, кормят дважды в день. Впрочем, разносолов нет. Когда собаки нагуляются, мы их загоняем обратно, кормим сушкой. Следующее кормление у нас где-то в обед – каша с мясом. Там достаточно хорошие, большие порции, и в принципе им хватает. Сюда привозят животных со всей области. По клеткам распределяют в зависимости от породы и характера. Спокойные и агрессивные сидят врозь. На каждого нового обитателя заводят карту с информацией о месте отлова и всех сделанных прививках. Обязательная процедура – стерилизация. Тем, кому предстоит вернуться в большой мир, прикрепляют на ухо специальную желтую клипсу. У каждой бирки есть номер. Этот номер внесен в номер договора, потому что каждая собака под выпуск отдается опекуну. То есть человек приходит, если он хочет взять собаку под опекунство, он заключает договор и несет за нее полную ответственность. Агрессивные собаки, собаки с охранными качествами под выпуск не отдаются. То есть отдаются маленькие, безобидные собачки, которые не причинят зла. Но в службе всего полгода, поэтому пока она работает не в полную силу. Во многом помогают волонтеры и просто неравнодушные лизанцы – покупают корм и лекарства. Сейчас новых хозяев ожидает почти 150 собак. Это почти 80-процентная загрузка приюта. Чаще всего четвероногие друзья уезжают в районы области охранять частные подворья. Подавляющее большинство – беспородные животные. Но есть и отдельные экземпляры с родословной. У нас есть овчарка, которую никто до сих пор почему-то не забирает с картона рубероидного завода. У нас есть две хаски, но на них уже есть ручки, они отказники. Хозяин отказался от них. У нас есть кавказец. Вот мы здесь кавказцы, он уже старенький. Его привезли усыплять, но мы его оставили себе. Для большинства же четвероногих обитателей эти вольеры – лишь временное пристанище. Все они рано или поздно облетут в лучшем случае дом в худшем – постоянную среду обитания. Алла Шенфельд, Александр Бледихин, Вести, Рязань. Канал «Россия-1» стал самым популярным в стране по итогам прошлого года. Исследования компании «Медиаскоп» показали, что численность аудитории в 2016-м выросла с 13,4% до 13,6%. Таким образом, «Россия-1» обогнала первый канал, который возглавлял рейтинг на протяжении последних нескольких лет. Проект «Канал «Россия-1»» шоу «Удивительные люди» также вошел в топ-10 самых популярных программ в минувшем году. Сегодня исполнилось бы 90 лет герою социалистического труда почетному гражданину Рязанской области Ивану Егоровичу Балову. Полвека он был председателем колхоза имени Ленина в Старожиловском районе. И все эти годы в этом хозяйстве получали самые высокие надои молока и урожая зерновых. Сам он жил скромно в обычном многоквартирном доме, но зато за счет колхоза были построены дом культуры, школа, детский сад, магазин, столовая. Сильная неординарная личность. Балов всегда был неудобен властям, и его даже трижды исключали из партии. Но убрать с должности не удавалось. Колхозники не позволили. Четвер приезжают сюда. Партуру приказали собрать партийное собрание. Теперь, значит, начинают. Вот ваш Балов такой-сякой, хлеба устану не сдаёт, наоборот, намешал. Вот так всё на круге. Один встал, другой. Вы что делаете? Мы что, Балову не знаем? Мы знаем Балову. И мы её никогда не проводим, не заводим. И все собрать ушли. Тогда они завернули. Вы нас не правильно поняли. Мы приехали посмотреть, поучиться, как проводить партийное собрание. Музей Распутина, который находится в селе Покровском Тюменской области, пополнился новым экспонатом с Рязанской земли. Подарок был сделан к столетию гибели Григория Распутина. Подробности в сюжете наших тюменских коллег. Музей Распутина – один из первых частных музеев, построен в 1992 году семьёй Смирновых, Мариной и Владимиром. По крупицам, собирая сведения о легендарном односельчанине, основатели музея помнят все необыкновенные истории, связанные с его пребыванием на Малой Родине. Предсказания Распутина всегда сбывались, и они сбылись. Он предсказывал царской семье – вы побываете на моей Родине, но, к сожалению, уже без меня. Действительно, когда царскую семью повезли из Тобольска в Гетеринбург на расстрел, было много дорог, было много остановок. Но вот именно на этом месте, напротив, как раз остановилась повозка, в которой везли царскую семью на расстрел. Часовенный столб, установленный в память мученической гибели Григория Распутина, увенчан главкой и восьмиконечным православным крестом. На праздничной церемонии открытия гостям музея показали необычный экспонат – дар монахов Рязанского Свято-Троицкого монастыря, несколько дней назад переданный музею. Эта икона написана монахами тайно в 1924 году. На ней Григорий Распутин изображен святым. Григорий Ефимович в мифах и Григорий Ефимович – подлинная личность. Два противоположных человека. Почему и существует сейчас и в мемуарах, в библиистике Григорий Ефимович как святой и Григорий Ефимович как противоположная демоническая совершенно личность. Распутинская усадьба была снесена в начале 80-х. Освещенный столб – первое сооружение, появившееся на месте его дома. На табличке – памятная надпись, рассказывающая о месте бывшего дома легендарного крестьянина Тобольской губернии. И несмотря на разные трактовки его роли в истории России, память о Григории Распутине жители села будут хранить долгие годы. Маргарита Чекунова, Сергей Лыкасов, Новости культуры. Кубок Кремля. Среди юношей и девушек до 15 лет международный теннисный турнир стартовал в Рязани в Академии тенниса имени Николая Озерова. Соревнования такого уровня проводятся в нашем регионе во второй раз. О своем участии в турнире заявили десятки стран. Тему продолжит Анжелика Королева. Кроме кортов, местный музей – одна из самых посещаемых гостями площадок. Юные теннисисты мечтают, что в будущем именно их ракетки и кубки будут храниться за стеклом. В этом турнире принимают участие юноши и девушки до 15 лет. Я из Украины с мальчиком играю. Но я надеюсь показать хорошую игру. Шансов мало. Он 2003 года, он старше меня на год. Но надеюсь выиграть. С трибун звучат слова на самых разных языках. Но любому ясно – это слова поддержки. В Россию приезжает не очень много народу. Не потому что это далеко и холодно, а потому что уровень юношеского тенниса в России очень высокий. И если люди сюда приезжают, они опасаются того, что они сразу уедут после первого матча, несмотря на то, что у них высокий рейтинг. Гости этого турнира отмечают отлично оснащенные корты. Здание Академии тенниса было специально спроектировано по самым современным технологиям. И профессионалы оценивают подобных площадок мало даже в Европе. В Грузии сейчас кризис теннисом, но в единице игроки всегда есть. Очень хорошие условия, очень хорошие корты на Кубке Кремля. И там никаких дискомфорта нет. Для некоторых участников турнир такого уровня – стресс не только в соревновательном плане. Среди спортсменов есть и заокеанские гости. В 8 часов разницы между Канадой и Россией и различный подход к школам тенниса не мешает гостям надеяться на победу. Наоборот, это очень хорошо, потому что любые нестандартные ситуации – это новый опыт, который только помогает развиваться игрокам. В основном европейские игроки славятся своим характером, волей к победе. И очень тяжело вырывать победу у таких игроков. В Канаде больше упор идет на технику в раннем возрасте. Замах, удар, доли секунды и очередь отбивать уже у другого игрока. Динамичный и зрелищный вид спорта привлек не только участников, но и зрителей. И зачастую им не столь интересны результаты, сколько сам процесс. Анжелика Королева, Сергей Громотеев, Вести, Рязань. И пока все. Хорошего продолжения дня. Увидимся в 17.20. Редактор субтитров А.Семкин Самые оперативные новости, аналитика и комментарии от первого лица. Включение корреспондентов с мест событий. Важнейшие рязанские новости ток-шоу. Прямые эфиры с ноября и на радиостанции «Маяк». Частота 99,1 МГц. Телефоны коммерческой службы 2577-72 и 2588-57. Теперь и на «Маяке». Частота 99,1 МГц. Частота 99,1 МГц.